Всем привет! Меня зовут Авет, и я рад приветствовать вас на канале FIMO TV. В сегодняшнем видео я покажу вам создание интересного весеннего кулона с маленькими цветами раннонкулеса. Начнем мы работу над цветами, создание перехода цвета. Нам понадобится градиент с переходом цвета от розового к оливковому оттенку. И, конечно, я буду использовать большое количество белой полимерной длины, чтобы переход получился достаточно светлый. Обратите внимание, в каком порядке я соединяю пласты друг с другом, чтобы переход получился плавным. Полученный трехцветный пласт я сначала прикатываю скалкой, а затем на пастомашине повторно раскатываю и складываю пласт, чтобы получить градиент. Теперь я хочу в этот градиент вмешать слой полупрозрачной глины. Для этого я соединяю два пласта и продолжаю снова складывать и раскатывать в том же порядке. Повторяю эти действия до тех пор, пока полупрозрачная глина полностью не смешается с цветами самого градиента. И вот такой нежный оттенок у меня получается. Теперь от полученного пласта с переходом я отрезаю небольшую полоску и раскатываю вдоль перехода цвета. Маленьким круглым картером диаметром 5 мм я вырезаю много кружков вдоль всего перехода цвета. Теперь этим кружочкам нужно придать форму лепестков. Для этого как подложку для работы я буду использовать силиконовый молд, плоскую его сторону, а работать я буду маленьким стыком с шариком. Укладываю лепесток на силиконовый молд и круговыми движениями придаю форму лепестка. Перед тем как нажимать шариком я также пальцем слегка придавливаю лепестки, чтобы они стали мягкими и поддавались формировке. Теперь сформирую сердцевинку из темно-оливковой полимерной глины и придаю ей текстуру жесткой зубной щеткой. Вокруг этой сердцевинки начинаю укладывать ряды лепестков в порядке перехода цвета. Первый ряд будут светло-зеленые лепестки. Укладываю их внахлёст друг на друга почти наполовину, так чтобы они почти полностью скрывали всю сердцевинку. На первый ряд у меня уходит 5 лепестков. Замыкаю этот ряд и начинаю укладывать лепестки второго ряда, они уже чуть посветлее. Снова укладываю лепестки внахлёст друг на друга почти наполовину, так как у ранункулюса очень много лепестков в одном ряду. Так у нас получится достаточно пышный и при этом закрытый, не слишком большой цветок. Как видите, в одном ряду у меня могут быть лепестки разных оттенков, потому что постепенно проявляется переход цвета. Третий ряд делаю из почти полностью белых лепестков. Каждый последующий ряд состоит из большего количества лепестков на 3-4 штуки. Четвертый ряд состоит из светло-розовых лепестков разных оттенков. Не забываю каждый раз приподнимать первый лепесток ряда и замыкать его последним, только потом начинать новый ряд лепестков. Последний ряд лепестков – это лепестки тёмно-розового оттенка. Их у меня получилось 12 штук в ряду. Замыкаю ряд. Слегка сглаживаю стык лепестков нижней части цветка при помощи стыка и как можно ближе к основанию срезаю лепесток при помощи лезвия. Подготавливаю несколько таких цветочков разных размеров. И, конечно, можно останавливаться слоями пораньше и получить только бело-зелёные цветки. Теперь делаю небольшие жёлтые лютики. Для этого я буду использовать жёлтую полупрозрачную глину. Вырезаю 5 больших и 5 маленьких лепестков. У меня это каттеры диаметром 5 и 3 миллиметров. Данные лепестки формирую тем же способом. Когда у меня готово необходимое количество лепестков, я подготавливаю сердцевинку из той же оливковой глины. Сначала раскатываю капельку заострённым кончиком сверху и при помощи тупой стороны скальпеля я продавливаю 5 углублений, чтобы получить сердцевинку в форме звёздочки. Так как у меня лепестки очень маленькие, здесь при создании цветка я использую маленький дотс. Им присоединяю ряд из маленьких лепестков в количестве 5 штук, нахлёст друг на друга и замыкаю ряд. Поверх ряда из маленьких лепестков я укладываю ряд из крупных в шахматном порядке, то есть на стыках предыдущих лепестков. Снова замыкаю ряд. склаживаю основание лепестков и срезаю лезвием подготавливают таких же цветочков разного размера теперь буду делать рамку ее я буду делать из полимерной глины серебряный металлик техники микошифт для этого я раскатываю пласт серебряной глины и отпечатываю текстурный коврик затем острым тонким лезвием срезаю верхний слой чтобы на глине проявился рисунок текстуры при помощи бумаги выравниваю поверхность после этого рисунок микошифта проявляется еще ярче теперь перекладываю этот пласт на стеклянную поверхность на которой буду запекать рамку я буду делать квадратные формы с овальным отверстием сначала вырезаю при помощи овального катера внутреннюю рамку теперь вокруг этого отверстия намного удобнее вырезать симметричную рамку квадратной формы при помощи лезвия я выравниваю саму форму нашей рамочки внутреннюю часть рамочки я заполняю тонким пластом оливковой полимерной глины получить ровную поверхность внутри можно используя инструмент с лопаточкой теперь эту площадку я заливаю фимогелем достаточно толстым слоем зубочисткой полностью распространяю фимогель по всей площадке теперь можно укладывать декор из цветов как видите я подготовил достаточное количество цветочков чтобы на данном этапе уже не отвлекаться на эту часть работы а полностью здесь проявить фантазию в том как составить композицию цветов стараюсь использовать цветочки разных размеров чтобы композиция выглядела живее а самые маленькие промежутки куда не влезают маленькие цветы я буду заполнять небольшими колбасками зеленых оттенков которые будут имитировать траву соединяю несколько колбасок вместе и укладываю в промежутках между цветов теперь запекаю нашу заготовочку в духовке при температуре 120 градусов в течение 30 минут после того как заготовочка запеклась и остыла я слегка тонирую акриловыми красками цветочки а точнее окончания лепестков чтобы они были немного живее травинки и сердцевинки цветов тоже можно тонировать при помощи зеленого акрила подготовил рамочки разных форм и такие заготовки у меня получились теперь нужно сделать обратную сторону клона для этого я смазываю ее фимогелем и использую оставшуюся часть пласта с микошифтом хорошо приглаживаю пласт и срезаю лишнее по краям с обратной стороны я срезаю глину под углом чтобы края кулона получились пологими и аккуратными также склаживаю эти части пальцами и после того как меня устраивает форма кулона снова отправляю заготовку запекаться при той же температуре и тоже количество времени моя заготовка второй раз запеклась и осталось только собрать кулон для этого в верхней и нижней углах я просверливаю отверстие ручным сверлом диаметром полтора миллиметра нижней части я хочу подсоединить небольшую подвеску из нескольких бусин для этого я насаживаю их на пин отрезаю лишние и формирую петельку на подвеске петельку я стараюсь делать насколько возможно маленькую чтобы не смотрелось грубовато и на колечко присоединяю к кулону теперь верхнем отверстие кулона я на колечко подсоединяю две цепочки другим концам которых уже прикреплены замок и удлинитель и вот наше нежное весеннее украшение готово надеюсь вам понравился этот мастер-класс и вы вдохновитесь создать что-нибудь интересное со своим оригинальным дизайном ставьте лайк подписывайтесь на наш канал и ждите новых мастер-классов всем пока